Привет, привет, привет! Мои храбрые партняшки, меня давно не было, но вы знаете, вроде только вышел влог, вроде только-только, а я уже посмотрела и уже 3 месяца прошло. Время летит здесь, в деревне, просто-просто очень быстро, у нас куча дел, у нас постоянно что-то меняется. Я вам сейчас покажу и расскажу, что у нас новенького, что у нас случилось, и сейчас покажу одну очень-очень радостную новость. Кто, кстати, подписан на меня в Телеграме, они уже знают про эту новость. Если хотите узнавать всякие новости раньше, подписывайтесь на Телеграм, ссылка будет в описании. Вот, покажу вам радостную новость и покажу, что мы сделали за то время, что у нас не было вагонов. Пойдемте. Так как у нас стройка, у нас постоянно что-то меняется, постоянно что-то улучшается, переделывается. Мы переделали скважину с водой, потому что старое заржавело. Мы сделали септик, сделали сарай, курятник, все перенесли, Максим сломал сарай. Ну, в общем, пойдемте. Много всего. Просто куча. Мы заказали недавно экскаватор. Вот. Заказали недавно экскаватор. Он нам выкопал эту всю, всю-всю-всю-всю дырку. Максим как бы копал, но он докопал. Вот Максим сейчас закидывает это все камнями. Здесь будет у нас пруд. Мы будем плавать. Может быть, даже рыбок заведем. Да? Очень хочу вам показать. Я сделала перед мастерской клумбы. Вот. Делала я их осенью. Перебирала все-все свои клумбы. Посадила розы. Причем таки? Причем таки я года... Причем таки я года два назад говорила, что мне не нравятся розы, я не буду сажать розы. И вот этой осенью я купила пять роз, посадила в клумбы и облагородила их. Ну, в общем, посмотрите. Как получилось. У меня тут много всего сидит. Надо весной, наверное, смотреть. Здесь и гейхера, лаванда, очиток вот такой высокий. Это будет стилица, не помню, как называется. Ромашка. Это вот маленькая роза. Здесь вот еще растет тоже очиток вот маленький, вот он. Здесь вот еще одна роза, там лаванда. В общем, это нужно будет смотреть. Потому что мне летом вообще не нравились мои клумбы, как они выглядели. Они были в прошлом году хорошие, а в этом году они были никакие. И вот осенью я их все-все перебрала. Ну, а эту клумбу мне перекопал трактор. Вот, ну, я ее пересадила. Ну, пусть пока так будет. Пока так. А здесь вот помните, не помните, не знаю, кто нас давно смотрел, вот здесь был сарай большой, и здесь вот был курятник. Максим его сломал, вот когда, месяц назад, наверное. И вот уже поставил столбики. Здесь у нас будет времянка. Вот он залил вот эти столбики. Так что, говорит, через неделю уже... Через неделю? Через 9 дней. Через 9 дней даже будет уже возводить, строить основание, возводить стены. И скоро у нас будет флумянка. А вот это у нас септик. У нас, конечно, сейчас полный, полный какой-то непорядок вообще на участке. Потому что вот стройка, вот здесь вот копали, там яма, там куча, здесь грязь. Ну вот мы сделали септик на два кольца, так что у нас будет во времянке туалет и душ. И это просто очень-очень большая радость. Потому что септика у нас не было, у нас было непонятно что. Вот, а теперь мы как взрослые, как настоящие люди нормальные с септиком. А вот здесь вот у нас сарай и курятник. Сейчас зайдем в курятник и посмотрим, снеслись курочки или нет. Да? Курочки вы снеслись? Давай, выходи. Простите, я вас отвлеку. Мне нужны яйца. Если вы помните, я покупала на Авито яйца разноцветные. И их положила в инкубатор. И они вывели мне курочек и петушка. У нас теперь ходят две курочки и один петушок. И вот курочки несут вот такие голубые яйца. Это здорово! Я весной хочу еще купить яйца. Есть вот это голубые, а есть зеленые прям. И есть такие темно-темно-коричневые. И вот я хочу темно-коричневые и зеленые еще тоже посадить их в инкубатор. Положить яйца в инкубатор и вывести вот такие разноцветные яички. Красота! Очень красиво! Они еще маленькие. Они еще маленькие. Курочки только начали нестись. Ну, смотрите, они красивые. Еще у нас новый житель. У нас новый кот. Зовут его Арбуз. Его подкинули. Подкинули вот там вот в конце участка. Я нашла пакетик с кормом. И вот он оттуда прибежал. Просто вот осенью люди подкинули котенка. И вот у нас новый житель. Зовут его Арбуз. Ой, брокколи. О, ты бедолага. Декабрь месяц. Второй декабря. Вот, еще я сажала в этом году вот кейл. Мне очень понравилось. Вот, вот, второй декабря, да, вот он зеленый, можно так сказать, в салат. Очень вкусный. Еще хочу... Еще хочу попробовать его в духовке посушить и типа чипсы есть. Вот, кстати, надо все это сорвать. А, второй декабря, смотрите. Кабанская зима. Гусеницы. Обалдеть. И цветет брокколи. Наши курочки гуляют. Это я соседке несу, яичками поделиться. У нас их много. Трудяшки. Если Новый год к нам не приходит, у нас цветут от ванчики, то мы идем сами к Новому году, сказала я недавно. И записалась на ярмарку мастеров, которая проходит у нас здесь в Псибае. И вот, жилось же мне спокойно. Почему не живется спокойно? Я очень переживаю, я очень рефлексирую. Я тревожная личность, очень тревожная личность. И я теперь думаю, ага, какую... А мне ничего нету. Ну, то есть у меня есть только мыло и какие-то продукты, бальзамчики какие-то. А чтобы оформить стол, стенды, у меня этого ничего просто нету. А я переживаю, я же хочу, чтобы все-все красиво-красиво было. И осталось до ярмарки три дня. И вот сегодня уже вечер. Завтра и послезавтра. И в воскресенье будет ярмарка. А у меня ничего нету. Ни упаковки, ни раскладки, ничегошеньки просто нету. Еще мне нужно упаковать кучу посылочек с мылом. Тоже подарочник. В общем, сегодня я буду до победного здесь работать. А еще я хотела платье себе пошить на ярмарку. В общем, планы фикс. Я не знаю, что это будет. Я очень-очень переживаю. Прям сильно-сильно переживаю. Сильно нервничаю. Я думаю, все будет хорошо, но я не могу себя отпустить. Мне прям это... Я прям плохо даже спать начала. А вчера я снимала в магазин всякую красоту. Это вот суфле для тела шоколадное. Пахнет вообще обалденно. Вот это суфле пахнет обалденно. Пахнет пирогом шоколадным. Брауни. Пахнет брауни вообще прям очень вкусненько. Вот снимала здесь всякие бальзамчики, пролинышечки, мыла. В общем, делала новогоднее настроение. Должили. Я буду шить на себя платье. Я надеюсь, я сегодня успею. Ну, на простой я должна его успеть пошить до завтра. У меня есть две ткани. Я вам сейчас покажу, приложу к себе. У меня есть одна такая ткань теплая, теплый хлопок, фланелька. Вот. И есть другая ткань. Я вот... У меня был выбор между ними двумя. Ну, у меня есть еще как бы ткань, но хочу либо из этой, либо из этой пошить себе платье. Платье такое распашное, такой, не знаю, распашонка, очень свободное, со сборочкой по талии. Вот. Как думаете, какую ткань я выбрала? Вообще, вечер икс. Я пошила платье. Завтра Максим меня снимет в нем. И я разложила на столе все, как будет. Вот. Это репетиция. В общем, практически все мыло выложила. Единственное, не во всех экземплярах бывает. Вот. И даже вот у меня здесь горшочек с елочкой. Новогоднее настроение. И здесь фонарики. Вот. Сейчас иду покушаю, а потом мне осталось, в принципе, написать название и ценники. И все. И можно будет... А, и все. Это все нужно будет как-то упаковать в коробочку. Потому что можно было бы так щелкать, и все так же там расположилось. Вот. В общем, покушаю, напишу ценники, все упакую в коробочки. И завтра мы поедем. И нужно будет так же все это разложить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова